Если ты держишь сейчас 8 тысячных биткоина, то в будущем это будет недостижимая сумма для большинства людей на земле. Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди, и всего лишь 8 тысячных биткоина смогут изменить твою жизнь и жизнь твоей семьи. Многие люди говорят о том, что биткоин слишком дорогой, и они не могут его себе позволить. А учитывая то, что, как они думают, нужно накопить хотя бы один биткоин, то и связываться с этим уже поздно. Что ж, позволь увлечь тебя математическим путешествием, в котором ты узнаешь, почему владение даже небольшим, как тебе кажется, количеством биткоина, это очень важно. Не забудь подписаться на канал, если ты тут впервые. Также поставь лайк под это видео, это наш проездной билет, без него мы никуда не едем. Поставил? Отлично, поехали. Итак, мы сможем добыть только 21 миллион биткоинов. Больше не получится, потому что существует фиксированный запрограммированный лимит. Правда, на самом деле, ровно 21 миллион монет мы не добудем, так как однажды вознаграждение за добычу дойдет до нуля, и добыча биткоинов прекратится. Исходя из этой формулы, биткоинов будет чуть меньше 21 миллиона. И, кстати говоря, 2140 год, это год окончания добычи биткоина. Именно тогда будет добыт последний биткоин. Далее, исходя из самых скромных подсчетов, навсегда потеряно 3,7 миллиона биткоинов. Их больше невозможно ни найти, ни восстановить. Таким образом, фактически из этого 21 миллионного запаса осталось примерно 17,3 миллиона монет. Еще не все биткоины находятся в обращении. На данный момент в обращении чуть более 19 миллионов монет. Последний биткоин будет добыт приблизительно в 2140 году. Кроме этого, в протоколе биткоина существует механизм сокращения добычи новых биткоинов вдвое. Он называется халвинг. Вот он записан прямо в коде биткоина. Сократить вознаграждение каждые 210 тысяч блоков или же один раз в 4 года. И как раз в этом году произошел четвертый халвинг биткоина. Халвинг 2024 уже завершен. И он сократил награду майнеров с 6,25 до 3,125 тысячных биткоинов. И в конечном итоге в 2140 году вознаграждение майнерам сократится до нуля. И когда это случится, будет добыт последний биткоин. Это максимальное число. На Reddit пишут, что владение одним биткоином выведет тебя в высшие эшелоны общества будущего. Многих людей это демотивирует, потому что они никогда не смогут позволить себе иметь целый биткоин. Ведь сейчас он стоит более 60 тысяч долларов. Немногие смогут отстегнуть такую сумму. Справедливо. Поэтому многие начали говорить, что достаточно купить 0,21 биткоина. Это, конечно, более разумно, но все равно это очень много денег. 13 410 долларов. Это намного больше, чем большинство людей вообще сможет выделить на рискованные инвестиции, в которых, если они их потеряют, это сильно повлияет на их жизнь. И поэтому люди разочаровываются и уходят. Они думают, что владение небольшим количеством биткоина уже ничего не значит. Минимум 0,21 биткоина, а лучше целый биткоин. Вот что они говорят. Меньше уже не изменит жизнь. Ох, как они ошибаются. И эта ошибка будет грызть их души еще не один год в будущем. В заголовке видео я сказал, что купить 0,8 биткоина – это жизнеменяющая сделка. Я провел математические вычисления и пришел к выводу, что это так. Итак, на земле проживает приблизительно 8 миллиардов человек. У нас есть 21 миллион биткоинов максимального предложения. Однако 3,7 миллиона потеряны навсегда. Они не участвуют в этом уравнении. Потому что никто никогда не сможет купить их, так как они потеряны. Учитывая, что скорость принятия биткоина превышает скорость принятия интернета в свое время, мы можем предположить, что на протяжении ближайших 20 лет как минимум четверть населения Земли будет заинтересована в использовании биткоина. Кстати говоря, если ничего не изменится и текущие темпы сохранятся, то уже в 2027 году криптовалютами, возможно, будут пользоваться больше миллиарда людей. Я не говорю, что все будут хотеть один биткоин, потому что мы знаем, что это невозможно. Но представим, что в 2044 это будет 25% населения. То есть 8 миллиардов делить на 4 получим 2 миллиарда человек. И они захотят купить биткоин. Что это значит? Что из 17,3 миллиона биткоинов, которые будут доступны на рынке, каждый человек из этих 2 миллиардов сможет получить только 0,008 биткоина, если эти биткоины будут делить поровну между всеми. Понятное дело, что в реальности условия не будут идеальными. У кого-то будет меньше, у кого-то больше. Те, кто владеет большой суммой, возможно, уже никогда ее не продаст. Так что на самом деле в реальности это число будет еще меньше. Но в идеальных условиях, когда все доступное предложение биткоина будет делиться поровну между 25% населения, каждый из этих 2 миллиардов человек получит 0,008 биткоина. Итак, если ты будешь владеть 8 тысячами биткоина, в будущем ты и твоя семья станут новой элитой. На данный момент это всего лишь 555 долларов, полтысячи долларов. Я думаю, что это достижимо для многих людей, даже если им придется откладывать деньги в течение нескольких месяцев или года. Скажем, 100 долларов в месяц. И это, казалось бы, небольшая сумма имеет огромнейшее значение, если учесть дефицит соответствующих активов. Сейчас люди скажут, а как же золото? Золото тоже дефицитный актив. Золото драгоценное. И многие люди владеют золотом. Но оно не оказывает значимого влияния на их жизнь. И это правда. И есть большая разница между золотом и биткоином. Мы видим, как финансовые институты, такие как BlackRock, вероятно, самая крупная организация в мире, начинают говорить об этой разнице между золотом и биткоином. Биткоин является математически дефицитным. Ты можешь легко проверить не только количество монет, что находятся в обращении сегодня, но и максимальное количество единиц, которые когда-либо будут существовать, чтобы не случилось. Это факты. И это математически доказуемо. И даже с точки зрения эволюции технологий доказуемо. Я имею в виду, что в случае с золотом мы не знаем, сколько его есть даже на Земле. Не то, что в далеком космосе, когда эволюция технологий позволит нам туда летать как к себе домой. Именно поэтому вокруг золота существует неопределенность. NASA уже обнаружила пару астероидов, на которых есть золото на квадриллионы долларов. Сто тысяч квадриллионов долларов. Вау, подумай, как может обвалиться золото на Земле, если этот астероид окажется здесь. Проще говоря, в формуле спроса и предложения золото не имеет фиксированного предложения. Более того, эволюционно оно даже непрогнозируемо. С другой стороны, нам очень легко думать о кривой спроса и предложения, когда мы говорим о биткоине, так как его предложение зафиксировано математически. А значит, если спрос будет расти, то и цена будет расти. Если при этом предложение сократить вдвое, то и цена на длинные дистанции при росте спроса будет расти. Ладно, ты не веришь, что 2 миллиарда человек действительно заинтересуются биткоином. Давай предположим, что это будет только 1% или же 80 миллионов человек. 80 миллионов человек захочет купить биткоин. В таком случае каждому достанется 0,21 биткоина. И опять же мы знаем, что есть множество людей, у которых есть биткоины, с которыми они уже никогда не расстанутся. А это еще больше увеличит дефицит за счет того, что доступных в циркуляции монет будет меньше. А это значит, что даже 0,21 биткоина могут оказаться недостижимой целью для большинства людей. Если ты веришь, что спрос на биткоин будет продолжать расти с течением времени, скажем, 10, 20, 30 лет, а об этом говорит сравнение роста принятия биткоина интернета, то математика подскажет тебе, что даже владение совсем малой долей биткоина на самом деле является очень серьезной историей в будущем. И многие люди в будущем захотят 0,008 биткоина. Если ты держишь сейчас 0,008 биткоина, то в будущем это будет недостижимая сумма для большинства людей на Земле. Ты будешь в той верхней части иерархии, которая владеет биткоином. Я не хочу сказать, что 0,008 биткоина сделает тебя самым богатым человеком в мире. Люди просто забывают, что мы покупаем биткоин не для того, чтобы стать богатыми. Мы покупаем его, чтобы не быть бедными. Опять же, если ты думаешь, что купив биткоин, с тобой не случится что-то плохое с финансовой точки зрения, это не так. На протяжении двух лет биткоин может обрушиться на 80%, а может вырасти в 4 раза. Но на длинной дистанции он только и делает, что растет. И я верю, что он будет продолжать это делать, основываясь на данных и фактах, о которых мы сегодня говорили. Основываясь на полезности биткоина и его ценности как средство сбережения в долгосрочной перспективе. Это воплощение защиты от обесценивающихся фиатных валют, безудержной инфляции и других вещей, которые совершенно не зависят от тебя, как от частного лица. Но контроль, который у тебя был отобран центральными банками, возвращается к тебе через биткоин. Вот почему мы его покупаем. Мы возвращаем контроль. Вот почему мы наблюдаем спрос на биткоин ETF, которые действительно предоставляют доступ к биткоину своим инвесторам в США и уже немного в Гонконге. Причина, по которой эти организации покупают биткоин, заключается в том, что они не покупают биткоин. Они покупают инструмент страховки от неопределенности в мировой экономике, к которой они принадлежат. Они выделяют для этого небольшие проценты своих капиталов. И в конечном итоге, по моему мнению, они будут выделять еще больше, вплоть даже до двухзначных процентов от своего портфеля, чтобы защитить себя от тех вещей, которые не поддаются их контролю. Покупать биткоин, чтобы разбогатеть, я считаю это глупо. Если кто-то покупает биткоин с надеждой заработать кучу денег, я могу сказать точно, он не понимает, что такое биткоин. Итак, зная все это, зная дефицитность биткоина, его функцию страховки, рост спроса быстрее, чем у интернета, скажи, ты до сих пор не веришь, что даже 8 тысячных биткоина могут изменить жизнь твоей семьи? Как по мне, даже такой кусочек биткоина очень значим. Поэтому я и захотел поделиться этим видео с миром, чтобы изменить жизнь хотя бы нескольких человек, которые потом, спустя 10-20 лет, возможно, вспомнят обо мне, зайдут на это видео и напишут в комментариях, спасибо тебе большое. По крайней мере, я на это надеюсь. И если ты сейчас поставишь лайк и напишешь комментарий, то это видео увидит больше людей. Меня зовут Богатейший Ди, увидимся с тобой в новых видео. До скорого.